Всем бицухи, с вами Calis Family, и мы продолжаем нашу серию видеороликов, как накачать, и сегодня поговорим о груди. Поэтому, если ты хочешь накачать большую и красивую грудь, слушай сюда. Первое, что нужно сделать, это сесть вот так вот, закрыть глаза, сложить вот так вот пальцы, направив в небо, представить, как у тебя растет большущие и красивые сисяндры, и проговаривать слухом. Делать так нужно в течение месяца, по два часа каждый день. Если в прошествии этого срока ничего не произошло, то смотри мой ролик дальше, там я поделюсь реально рабочими методами, как накачать большую грудь. Итак, кроме шуток, конечно, визуализация и аффирмация работают, но о них мы поговорим в других роликах. А ко всему нужен комплексный подход. И в частности, если вы хотите накачать большую грудь, то просто сидя на диване и мечтая об этом, ничего не произойдет. Помни, чтобы дойти до цели, нужно идти. Именно поэтому мы заканчиваем наш пустой трек и приступаем к тренировке. Первое упражнение нашей тренировки базовое, конечно же, это отжимание на брусьях. Но выполнять мы их будем, так называем, в грудном стиле. Если качать рицепс, мы выполняли отжимание вот так вот, можете посмотреть здесь, держали тело ровным. То сейчас мы будем выполнять упражнение в грудном стиле. Как это выглядит? Занимаем положение на брусьях. Если старались мы до этого держаться ровно, то теперь наоборот. Наша цель, как бы, немножко сгорбиться, наклониться немножко вперед и выполнять отжимания. То есть начальное положение выглядит вот так вот. Скажем так, как будто бы мы пытаемся уйти в планш, в горизонт. То есть чуть-чуть сгорблены, наклонены на грудь. То есть, чтобы наше тело было немножко наклонено. И выполняем отжимание. Опять же, стараемся выполнять медленно, качественно. Пару секунд вниз, взрывной подъем вверх. То есть, если вам хватает сил делать медленно, в идеале это должно быть вот так вот. Опускаетесь медленно вниз, 4 секунды. Форсированный, быстрый подъем вверх. Медленно вниз, быстро вверх. Стараемся выполнять 10-12 раз, 3-4 подхода. Это упражнение номер один. Второе мы можем использовать добивающее, скажем так, к первому упражнению отжимания на брусьях. Занимаем положение отжимания обычным, как будто на полу. Но мы его выполнять будем на брусьях. То есть встаем вот так вот. В чем прелесть этого упражнения? Из-за того, что под нами нет пола, мы можем опуститься ниже уровня земли. То есть, вы видите, что мое тело ниже, чем уровень брусьев. И вверх. Опять же, медленно вниз. И быстро вверх. Медленно вниз. И с выдохом быстро вверх. Прекрасное упражнение. За счет того, что мы опускаемся ниже, у нас увеличивается амплитуда. В самой нижней точке грудные растягиваются и сокращаются при подъеме. Опять же, если у вас нет брусьев, но у вас есть паралетсы или упор для отжиманий, можете выполнять на них. Прекрасное упражнение. Кстати, скоро на нашем канале будет ролик о том, как сделать паралетсы своими руками. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Продолжаем. Если у вас нет на площадке брусьев, то мы выполняем обычные отжимания. Всем незнакомые, любимые с детства. Как они выполняются? Занимаем положение упор лежа. Руки чуть-чуть шире плеч. Медленно опускаемся до касания грудью у земли. И быстрый вверх. Опять же, варьируя расстояние между руками, мы можем смещать акцент. Так или иначе, принято считать, что чем шире руки, тем больше акцент на грудь. Локти при этом разводим в стороны. То есть, если при отжиманиях на трицепс руки узко и локти вдоль тела, то здесь же широкий хват, широкая постановка рук, локти в сторону. Грудные растягиваются и сокращаются. Хоть и принято считать, что отжимание бриллиантом, то есть бриллиантовое отжимание, это отжимание на трицепс, так или иначе, из-за того, что руки близко, в конечной точке мы можем прожать хорошо грудные. Как это выглядит? Отжались. Поднялись. И прожимаем грудные, прям максимально сокращаем их. Какую можно провести здесь аналогию? Какую? Вот такую. Мы встали. Опять же, выполняем отжимание. И в конечной точке мы как бы руки пытаемся приподнять тыльные стороны. Грудные сводим. Прекрасная прожимка. Опять же, выполняем, стремимся выполнять 10-12 раз. То есть, если вам легко, делайте медленно. Пусть ваше одно повторение занимает 5, 7, в конце концов, 10 секунд. Но старайтесь, чтобы выполняли 10 раз. Не 20, не 30. Это будет работа на выносливость. Итак, мы продолжаем нашу тренировку. И сейчас мы перемещаемся вот туда вон. Итак, друзья, мы подошли сюда и продолжаем нашу тренировочку. Следующим упражнением у нас будет отжимание под наклоном головой вверх. Ведь, как вы знаете, грудные стоят условно из трех частей. Верхняя, средняя и нижняя. Понятно, что все это деление условное. И, конечно, при тренировках груди невозможно кардинально изолировать. Но все-таки, так или иначе, можно попытаться сместить акцент в ту или иную сторону. Поэтому сейчас мы поработаем над верхом груди. Низ и середины груди обычно у людей более-менее развиты из-за того, что они все детство отжимаются в школе и так далее. Поэтому сейчас мы поработаем над верхом груди. Как это делается? Для этого нужно занять положение с наклоном головой вниз. Для этого мы ставим ноги на возвышенность. В данном случае это лестница вот такая вот. Занимаем, опять же, положение обычных отжиманий. Ставим удобно для себя руки. Тело все ровное, как струнка. И отжимаемся. Руки, опять же, чуть-чуть шире, чем ширина плеч. И выполняем отжимания. Как всегда, стараемся делать медленно вниз. И быстро вверх. Дополнительно прожимая, напрягая грудные мышцы. На выдохе поднимаемся. Опять же, стараемся выполнять приблизительно 10-12 повторений. И вы еще можете задать вопрос, а почему все время он говорит про сжимания грудные? Я вам отвечу. Во-первых, это полезно с точки зрения того, что это дополнительное сокращение мышц. То есть, я думаю, даже в футболке видно, как они дополнительно сводятся и напрягаются, когда я свожу руки. Это раз. Во-вторых, это для тренировки нейронно-мышечной связи. То есть, еще Арнольд говорил, что когда ты делаешь упражнение, например, подъем на бицепс, нужно представлять и чувствовать, как у тебя напрягается бицепс. Это пока может быть, кажется, чудом, но со временем вы научитесь напрягать каждую мышцу отдельно и чувствовать, что очень помогает в тренировках и вообще в повседневной жизни. Это два. Итак, так или иначе, мы поработали над верхом груди, выполняем 10-12 повторений, 3-4 подхода, как обычно. Следующим упражнением у нас в бут – это отжимания на низ груди. Для этого нужно поставить руки на возвышенность, то есть наоборот, и тело занимает другой угол. На этой площадке сложно найти подходящее место, поэтому придется немножко покорячиться. Занимаем вот такое положение, то есть тело по другому в другую сторону. И выполняем отжимания. Я возьмусь, пожалуй, вот так вот. И выполняем отжимания. Ой, как будто под гильячий наложусь. То есть опять же делаем медленно. И подконтрольно. Не забываем про дыхание. Страшно, кажется, что очередной раз положишь и башку отрубить. Это раз. И вторым упражнением можно сделать суперсетом. Для этого нам нужно залезть на перекладину. Вот тут и низкая перекладинка. Занимаем на ней вот такое положение. Руки шире, чем ширина плеч. И медленно, подконтрольно опускаемся. Настолько, насколько это возможно. Очень низко не надо. Но если сможете вот так вот до уровня грудных, это будет отлично. Дополнительно помогает проработать грудные мышцы. И вообще является прекрасным упражнением, которое, в свою очередь, является подводящим и к выходу на А2, и к многим другим упражнениям. Итак, если вы достаточно продвинутый атлет, то в конце нашей тренировочки можно выполнить взрывные отжимания с хлопком. Если боитесь выполнять их на асфальте или на каком-то твердом покрытии, можете выполнять их на травке. Ну, или если есть паразиленное покрытие. Я вам покажу на асфальте, мне так просто удобнее. Как они выглядят. Заняли положение, упор лежа, как обычно. Для большей устойчивости можно расставить ноги чуть пошире. Медленно отжались. Взрывно с хлопком. Подпрыгнули и отжались. Если хватает сил, можете выполнять серией. То есть не задерживаясь на отдых. Также, если вам и это легко, можете дополнительно усложнить себе задачу. И сделать отжимание с хлопком за спиной. Не уверен, что я сейчас его сделаю. Уже немножко подзабился и устал. Но попробуем. Пожалуй, на травке. Заодно продемонстрируем, как она может самортизировать падение. Если придется. Встали. Ноги пошире. Отжались. Взрывной вверх. Почти не упал. Попробуем еще раз. Отлично. И закончит нашу серию отжимания арчер или лучник. По сути, является подводящим к отжиманию на одной руке. Ставим руки шире, чем даже при широких отжиманиях. То есть, очень широко, скажем так. Одну руку можно повернуть вот так вот в ту сторону. И выполняем отжимания ко второй руке. Вторую руку старайтесь держать максимально прямой. Опять же, можно выполнять серии отжиманий в одну сторону. А потом другую. Либо можно чередовать. Не забывайте про дыхание. Выполняем. Стараемся выполнять 10-12 раз в каждую сторону. Если тяжело, выполняем сколько можем. И помните, любое повторение не пройдет даром. С каждым разом вы будете становиться все сильнее и сильнее. Старайтесь при этом наращивать нагрузку. И увеличивать или количество повторений, или время под нагрузкой. И еще желательно все это дело записывать. Чтобы на каждой следующей тренировке помнить, сколько вы сделали в прошлый раз. С вами был KALIST FAMILY. Надеюсь, вам понравилась наша тренировка. Прокачивайте грудные. Скоро вам понадобится лифчик. Всем пока и удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока.